Скажи мне год назад, что я такие стрелки буду рисовать, я бы подумала, что чел с ума сошел. Всем привет! Меня зовут Лиса, а ты можешь звать меня Замуш. Ну вот и все, ты замужем теперь. Всем привет! Помните, недавно были видео из серии «Мои друзья рисуют мне макияж, а я повторяю этот макияж в реальной жизни». Я недавно в инстаграме с вами попросила вас нарисовать для меня всякие странные стрелки, и вы мне нарисовали. Там такого нарисовали, что я просто не сдержалась и стала... Нет, не годка, это мимо прошлого года. Я не сдержалась и решила это все повторить. Нет никаких шансов, что это будет кому-то интересно, нет абсолютно никаких шансов, что у меня это получится, но есть шанс, что... Я не знаю, что. Я не представляю, каким визажистом надо быть, чтобы это повторить. Но стоп-рот знаю, что такой макияж не повторит ни один визажист в салоне, в котором я уже была. Я была во многих салонах. Это было отвратительно. Каждый раз я выхожу из этих салонов и обрастаю комплексами. Каждый раз я выхожу из этих салонов, мне кажется, что я ужасна. Каждый раз, когда я выхожу из этих салонов, мне кажется, что хуже уже не будет, но хуже будет. Переход прям как из ТикТока. Считаю, что так гораздо приятнее. Надеюсь, что так гораздо приятнее смотреть на меня. А теперь будем смотреть на ваши стрелки, которые я буду рисовать на моем лице. Блин, не понимаю, почему Colourpop такая хорошая косметика, но у них такая дурацкая доставка. Это было к тому, что я радуюсь долгожданной посылки из Америки. Недавно я хотела заказать с одного американского сайта очень прикольную альтернативную одежду. Типа, знаете, все такое гоооооотское и тиктокерское. Ну, короче, то, в чем вы в жизни никогда на улицу не выйдете. Но если ты хочешь сойти с домашнюю вебкам-модель, то это норма. Недавно на саграме написали, что я похожа на вебкам-модель. Внезапная минутка полезной информации. Если вдруг вы хотите купить более светлый тон, чем ваша кожа, то, скорее всего, у вас была такая проблема, что тон ложится очень криво. Ты не понимаешь, типа, а чего такого-то, почему просто более светлый оттенок тона так хреново лежит на моей коже. Буквально недавно был такой прецедент, когда я ехала на съемку, и мне сказали, типа, тебе нужно сделать более светлый тон кожи, чтобы она у тебя была такая мертвецки-бледная, потому что мы буквально делали фотки, а-ля я мертвее. Я сделала самый светлый тон из тех, что у меня был дома, и я люто офигела, потому что, когда я увидела себя в зеркало через пару минут, у меня буквально здесь вот так вот, знаете, все шелушилось. Было как будто такое чувство, что у меня не кожа, а сухомет. И я, короче, купила много всяких, но в которые прям супровлажняющие, и реально нормально лежит. Даже этот, смотрите, он такой белый, но я его сейчас нанесла, и он идеально лег. На этой фотке у меня розовые брови, поэтому я буду использовать розовую вот такую вот матовую помаду в надежде на то, что получится сделать розовые брови. Ну, с матки моего лучше, я думаю, вы сами видите, что розовая матовая помада, как минимум вот эта, G-Free Star, дорого-богатая, она работает. Прикиньте, в этот момент реально на полном серьезе в моду войдут всевозможные цветные окрашивания бровей. Вот это будет прикольно. Я просто уже ору, я не понимаю, почему в момент, когда я перекрасила волосы и стала выглядеть менее цивильно, то у меня реально стали возникать какие-то вообще периодические проблемы с разными магазинами, с обслуживанием. Мы недавно с подругой зашли в магазин, мне нужно было купить как раз-таки суперсветлый тон, который с эффектом увлажнения. Я захожу в магазин, мы в магазине одни. И как вы думаете, кто-то из консультантов к нам подошел? Нет, никто не подошел. Мы подходим к стойке с тонаками от Fenty Beauty, то есть как бы это дорогая достаточно история. Консультанты просто стоят со стороны и смотрят на нас. И нет, ребят, в этот раз я не выглядела как всратое дерьмо, я не была в худоке ешь грязь, то есть мы просто выглядели обычно. В обычных джинсах, с обычными там, не знаю, куртками были, но при этом мы были даже с дорогими сумками. Она была с рюкзаком Leve, а у меня была моя сумка Правда, которая вот со всеми этими киришемами. Ну то есть как бы в принципе мы реально выглядели абсолютно нормально и не как фрики даже, ну разве что мои волосы, я ей говорю, типа, блин, подожди, сейчас я короче подзойду к консультанту, пусть нам цвет дадут. И она мне такая заявляет, да забей, типа, они и так стоят нас видят, что мы копаемся, давай сами возьмем тон, эти полки, которые там находятся в стойке с косметикой, иди, пойдем платим. Это когда-то, да, в принципе логично. Мы сами достаем тон, а консультанты на нас все еще смотрят, им все еще так же похрен, сериализм, согласитесь. Скажу к кассе, а на кассе никого нет. При этом все консультанты и все кассиры походу просто стояли в середине зала и общались, никого не было, кроме нас, им было, видимо, лень работать. Я подхожу к этой толпе людей, достаточно агрессивно говорю, а можно, пожалуйста, на кассу пройти? Потому что, честно, мне это не нравится. Потому что, если вы заходите в магазин за тонаком, который стоит, блин, четыре с лишним тысячи рублей, и, ну, типа, вам даже не пытаются помочь, там, к вам не пытаются подойти, и даже на кассе никого нет. Это, блин, дебилизм. Вот одна баба очень, и, простите, но я по-другому не могу назвать, нехотя закатывает глаза, и такая идет на кассу. Я на нее ноль внимания, я общаюсь с моей подругой. Мы, по-моему, обсуждали атаку титанов, что-то там на тему. И я ей говорю, типа, ой, да ладно, нахер, забей, типа, не парься. Не помню, к чему это было, но прозвучала такая фраза, да ладно, нахер, забей, не парься. И знаете, что было? Кассирша просто смотрит на меня вот так. Девушка, в нашем магазине нельзя ругаться. Ну, меня понесло, как вы, понимаете? Блин. И я такая, да, правда, у вас в магазине нельзя ругаться? Это вы только что придумали, или это не только что придумали, вы просто сегодня пранкуете людей? Она такая, в нашем магазине нельзя ругаться. Я говорю, если в вашем магазине нельзя ругаться, то что же вы тогда сейчас со мной ругаетесь? Потому что я общалась не с вами, а с моей подругой на тему, которая вообще никак отношения ни к косметике, ни к вам, ни к вашему магазину не имеет. И она такая, у нас нельзя ругаться. И смотрит на меня так, как будто она моя мамка. Да моя мамка так со мной не разговаривает. Какого хрена какая-то рандомная баба просто подходит ко мне и говорит, типа, у нас нельзя ругаться, я вообще не ругаюсь, я говорю, нахер, забей на это, я не знаю, это ругательство, я же не сказала, да пошли, вон, б***ь, я ненавижу тебя, б***ь, я вообще много в жизни ругаюсь, очень много, я очень много матерюсь в жизни, кстати, я расскажу очень кринжную историю с подписчиками, чуть позднее, ну, короче, я сказала этой бабце, что я не буду ничего оплачивать, она берет мой тонак, и с таким видом, как будто я не собиралась его покупать, а я уже стояла на кассе, я уже продиктовала номер моей карты, а у меня золотая карта, б***ь, этого магазина, я с этого момента сгораю, потому что она что-то пробубнила под нос из серии, сразу было видно, что они не собираются покупать, и говорю, администратора позовите, ну, короче, я позвала администратора, администратору было абсолютно так же похер на нас, вот, но она, типа, там такая, ну, я сгорела, купила вонючий тон, я не знаю, почему это стало происходить со мной регулярно, как только я перекрасилась, просто я не понимаю, чем вот это окрашивание кого-то может смущать, кстати, 15 тысяч стоило так покраситься, нижняя граница у нас оранжевая, так, тут, типа, какая-то то ли крыло бабочки, то ли крыло дракона, то ли цветок, то ли женщина, а то ли медведь. Теперь рисуем черным, и это будет самая сложная часть, потому что нужно не обосраться, обосраться плохо, не надо так делать. Почему подводка вообще называется подводкой? Она что, хочет кого-то подвести? Реснички, стрелку на второй глаз, румяна, все еще румяна, тинк для губ, веснушки, почему они похожи на прыщи, я все еще не понимаю, почему два разных цвета выглядят как один. Теперь фотографируем, а я пока покривляюсь. Все мы любим кривляния, ну или нет. Давайте представим, что сейчас будет происходить максимально секси кривляния, не просто вот эти вот, типа, у-у-у, всех убью. Сначала он такой идет, такой, у-у-у, всех убью, а потом я такая, ха-ха-ха, я тоже как бы снимаю. А, такие прям, хорни. Я хорни. А, ароматы цветов. Давайте проверим, насколько музыка создает правильный вайб, и как отличаются две версии по степени хорни. Почему это так красиво? Я не знаю, девушка, выхватайся меня, подожди, нельзя сам на себе жениться, какой кошмар. Мне интересно крашу лицо и брови, потому что это все неинтересно. Этот глаз выглядит просто, да, ужасно сложным, поэтому я взяла свою самую дорогую палетку. Кстати, у вас есть такая тема, когда я покупаю какие-то себе супер дорогие вещи, мне стремно ими пользоваться, я жду какого-то дурацкого особого момента, в итоге вообще не пользуюсь. Блин, эту палетку все так нахваливали, а желтый какой-то говеный. Ну, типа, из серии для палетки, которая стоит 100-500 миллионов тысяч рублей, что-то, это как-то недостаточно желтая. У меня примерно ноль идей о том, как получится этот макияж. Настолько же, насколько и ноль идей, настолько же много и амбиций, чтобы он получился классным. Так вот, давайте расскажем пока кринж историю с моими подписчиками. Относительно недавно я была с моей подругой в кофейне, мы сидели типа в Старбаксе, и мы сидели с ней на диванчиках, то есть, ну, вот, предположим, что мы вдвоем сидим здесь. И она рассказывает мне какую-то очень кринж историю непонятную, от которой меня неистово бомбит, меня просто угорает, я просто в ужасе, и я очень сильно злюсь. И я матерюсь так, что просто... Тут я смотрю, она меня долбит в ногу. Долго долбит. А я даже настолько была злой, что я не поняла, что она меня бьет по ноге. Потом в какой-то момент я на нее согралась, так, хватит меня уже бить! И она смотрит на меня, и смотрит наверх, смотрит на меня, смотрит наверх. Я смотрю наверх, оборачиваюсь, я понимаю, что там стоят две девочки. А, нет, наверное, 12-14. Такие просто смотрят на меня с открытыми ртами. А можно фото? И я такая, а, да, конечно, давайте сделаем, типа, фото. Хорошего дня, девчонки там, типа, классно выглядите. И они такие уходят, и я такая сижу, и она такая сидит, и просто начинаем ржать. Консилер. И по какой-то причине губка осталась там, а консилер здесь. А есть вариант как-то это все пофиксить или все? Восторг. Ребят, ну это, конечно, задание просто 10 миллиардов из 10 сложностей, честно. Я сейчас испытала стресс. Лютый стресс. Но, а это еще не все. У меня уже просто кукулка поехала от того, как я сейчас стрессанула. Даже консилер. Ну что, это, конечно, же не все. Теперь здесь нужно сделать всякие разноцветные вот такие вот треугольники. У меня, конечно, нет красной подводки, но я подумала, что можно воспользоваться какой-нибудь супер-мега тонкой кистью и красной помадой матовой. Скажи мне год назад, что я такие стрелки буду рисовать. Я бы подумала, что чел с ума сошел. Господи, вот к этому макияжу вообще уже ничего не нужно добавлять. Ребят, как вам этот образ? Вам нравится или нет? Что вы думаете вообще на тему этого мейкапа? Однажды я обещала вам показать то самое платье с Алика, которое распутное. Ну, в общем. Чем я вообще это платье покупала? Вот серьезно. Чего ради я купила это черно-оранжевое супер-хот платье? Так, вот. Короче, я надела это платье. Чтобы вы просто понимали, я не понимаю, какое под него реально задумано носить белье, потому что, типа, здесь такая большая дырка, что даже телесные трусы. Господи, что я показывала вообще людям на ютубе? Какой ужас, как до этого я скотинилась. Как его носить? Это как носить? То есть это выразумевается, что я тоже должна без лифокатии погонять, потому что я надела такой бандажный топ, и здесь все торчит. Здесь торчат трусы, и здесь это херня. Окей, как бы на инстаграме я запотешоплю. Я выложу эту фотку, она вот очень горячая. Только, пожалуйста, когда вот будете видеть эту фотку в моем инстаграме, никому не говорите, что на самом деле я там одетая. Пусть думают, что я там голая, потому что я запотешоплю так, типа, у меня там ничего нет. Вот. И... Но я не понимаю! Я в ужасе. Я хотела сделать это сексуально. Ладно, давайте все-таки оценим макияж. Я делала его 100 миллионов часов. Пожалуйста, оцените макияж. Надеюсь, вам нравится. Третий образ. Я выбрала из того, что вы предложили очень-очень больной макияж. Буквально больной. Я немного счетырила. С того образа, как видите, я решила не снимать брови, поэтому я сейчас просто доделаю тон там, где я его стерла. Что ж, по нашей тактике, беру теперь красную матовую помаду, стойкую, и рисую стрелку, используя другую подводку. Вот это, конечно, лайфхаск. Нет, только не на ковер. Пало на ковер. Стойкая помада упала на ковер. Я решила сделать маленькую косу. Блин, мне не нравится это выглядит. Это выглядит просто странно, но я надеюсь, что когда макияж будет закончен, это будет выглядеть по-другому, потому что сейчас это просто странно. Кстати, о странном. Слушай, вот забегая вперед, почему ты не хочешь снимать больше это видео? Да, Полин, ну, просто, ну, не знаю. Конечно, я хочу снимать это продолжение, просто вопрос в том, что мне как-то неловко просить поставить мне Лукас подписку и все такое. Ну, типа, не знаю. Ну, что сказать, вы все слышали? Этот человек хочет, знаете, что такое видео на ему неловко сказать о том, что он хочет лайков и хочет, чтобы вы оценили его труд. Ведь просить о чем-то это всегда неприятно. Но, дорогие мои друзья, если мы хотим продолжение этого классного или не очень банкета, пожалуйста, поставьте лайк. А то этот чел, он такой грустный чел, смущается. Макияж нужно адаптировать под себя. Если делаю что-то вроде эффекта потекших ровявых глаз, типа, у меня такие сильные синяки под глазами, что они уже даже не синие, а стали красные. Или такая жуткая вещица. Клоун из зада. Я знаю очень много людей, которые неиронично боятся клоунов. Я к ним не отношусь, мне на клоунов, типа, все равно. Вы боитесь клоунов. Собственно, вы знаете, почему человек в теории не любит клоунов? Проблема в том, что человеческий мозг отказывается понимать специфику клоуна, потому что клоун, он как бы и веселый, но как бы грустный. Он как бы радуется, но как бы его брови, они не обозначают радость. То есть у него брови обычно очень злые смотрят вот так вот, хотя улыбка натянутая. И человеческий мозг не может это идентифицировать, потому что, когда человек обычно радуется, у него идут брови наверх и в разлет. А в классической истории у клоунов брови идут или вниз, и у них капает слеза. Но это не слеза счастья, это слеза горя. И поэтому мозг, типа, ломается, человек не может понять, собственно, какую эмоцию сейчас испытывает клоун. И за этот счет получается так, обычного, просто только что произошел клоунизм в виде минутки рандомных фактов. Не забудьте написать, какой образ вам нравился больше всего. А я вас всех целую и всех люблю. И всем пока. Надеюсь, что я не зазветила грудь, потому что я нихрена не вижу в этих линзах.